Всем привет, с вами канал Криосан и сегодня мы будем проводить эксперимент с электричеством и горящим пердаком барыг. Смотрите, сегодня в ролике я закажу с кидального сайта вот такие вот оригинальные Apple AirPods всего за две с небольшим тысячи, но забирать их с почты я не буду. Посмотрим на реакцию операторов, как они нам будут угрожать, уговаривать меня забрать посылку, в какие суды на меня будут подавать и как все неожиданно закончится. Я, честно, был сам в шоке с этих кидал. Ролик вам точно понравится. Начинаем. А зачем звоните-то? Ссылка вам на почту пришла. Тогда мы обратимся в суд. Там фальшивка, наверное, лежит, да? Когда вы сможете внести компенсацию? Давайте сегодня внесу. Понимаете, что оригинал AirPods таких денег стоить не может? Это развод и вообще про такие сайты одностраничники я снимал много разных роликов и показывал, что на самом деле оттуда приходит. Даже вот зритель недавно рассказал, что его мать нашла вот такой вот одностраничник, где продавался вот этот вот шикарный самолет радиоуправляемая модель МиГ-29 всего за 1890. Ага. Думаю, то, что показано на видео стоит от 18 990. Они заказали, да, им пришла кепка. Вот такая вот кепка с пчелкой и бантиком. Летай в мечтах, а не на деле. Российские кидальные одностраничники. В общем, вернемся к наушникам. Я оформил заявочку на звонок и стал ждать. И эти сволочи, кстати, мне позвонили в самый неожиданный момент, там чуть ли не ночью. Потом они все, как всегда, спрашивали там, кто такой, куда отправлял. В этот раз я решил заказывать на свое имя, а не на вымышленного, как обычно, персонажа. Ну или не очень вымышленного. Доставка у нас, возможно, в Почторосине. Они придут, я оплачу их на почте, да? Да. Это наушники-то, что это за наушники будут? Ну, без провода наушники AirPods, как видели на сайте, такие же и будут. Apple AirPods? Ну да. Ну да. Такие и оставляли заявку. Да, вот такие. Ну вот. Ну вот. Так же действует акция, если заказывать и вторую пару таких же наушников, то они будут еще дешевле за 1990 рублей. Да ладно, а почему цена такая недорогая? Ну, акционы предложения. А конечно, в магазине стоят тысяч 10. Ну, ну да. Во, учитесь искать. Выгодные акционные предложения. Оригинальные Apple AirPods за копейки. Две пары. Правда, потом начались какие-то странные вопросики. Подскажите, Даниль, сейчас на сегодняшний день вы находитесь по месту получения в городе? Сейчас нет. А когда будете в Екатеринбурге? Я за городом сейчас. Ну, на днях посылка-то уж точно придет и успею взять. Вообще, вы какого часа будете в Екатеринбурге? Проживаю по этому адресу. 28-го я буду в Екатеринбурге. А, ну все, это я хотел. Слушай, ближайшие 12 дней не планируете уже? Нет. Нет. Хорошо. Ну, если хотите, так же можем посылку красиво упаковать. У нас другие товары по низким ценам. Варварбанка в Xiaomi. На следующий заказ будет скидка в 15%. Мы с вами заключаем устный договор оферты под запись разговора. Подбеждайте заказ. Ну да. Ну да. Угу. Все, спасибо за заказ. Ожидайте всего доброго. До свидания. Ну, наконец-то я и заказал. Еще и двое придет. Ну, и что вы думаете? Все, значит, да? Сижу, жду? Нифига подобного. Ну, сейчас вы уже второй день звоните. Судя по всему, вообще весь день у меня уже там 5 пропущенных. И спрашивайте, в принципе, то же самое, что вчера было. Еще и какие-то вопросики подозрительные. Могу ли я забрать посылку? Как-то подозрительно. Вы точно магазин? Мало ли, что-то может поменяться. Сейчас же такое-то. Угу. Сегодня мы вам отправим ее. И доставка от 3 до 12 дней. Угу. Да, они позвонили еще раз и спрашивали все то же самое, что и вчера. Может, им имя мое показалось ненормальным или что? Серьезно, сейчас куча пропущенных звонков от них. Я думаю, что это спамеры, что ли? Они продали номер спамерам. Они звонят из интернет-магазина, хотим уточнить и спрашивают все имя, фамилия, все вообще, всю информацию по новой. И спрашивают, а будете ли вы забирать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. У-у-у-у-у. Жопу барыг явно почуяли неладные. Походу, я выбиваюсь из их привычной целевой аудитории. Но посылочку они все же отправили. Ваш заказ доставлен. Необходимо забрать его на вашем почтовом отделении в течение 5 рабочих дней. Ваш заказ доставлен. Если остались вопросы, нажмите цифру 1 и дождитесь ответа оператора. Если что, эти звонки с автоответчиком были в один и тот же день. Но до оператора я так и не смог достучаться. Заказ уже лежит целую неделю, а они названивать начали только сейчас почему-то. Хотя так спрашивали, прям так выясняли. А ты что, точно заберешь или нет? Точно? Блин, сулочи. Ну посмотрим, что будет. Потом эти автоматические звонки повторились и на следующий день, и на последующий. У меня даже насчет этой ситуации шутка была. Только она на пол упала. Погодите сейчас. Погодите. Вы что, думали я тут серьезно сейчас шутку буду поднимать? Смотрите, я вам решил вот этим похвастаться. Ааа, видал как она умеет? Прям как в самых премиальных авто поддержка для коленочек есть. Твое кресло так умеет? А если даже ее умеет, то оно стоит наверное 1060. Да я потом покажу, сколько вот это стоит. Ты вообще офигеешь. Значит, это кресло Tessora Alfa Ion F720. Высокие технологии из Америки и Тайфани. Оно было вдохновлено фишкой премиальных авто. Сид экстеншн. Это независимая подушка, которая двигается вот так вот для поддержки ног во время долгой работы за ПК. А это кресло, это будет отличное оформление рабочего пространства, да и вообще мастхэв для наших дней. Надо ведь заботиться о здоровье, а не сидеть на старой табуретке. Внутри кресла Alfa Ion пена холодного отвердевания, чтобы оно держало необходимую мягкость, но и было достаточно жестким. Подушки под шею и поясницу, чтобы осанка в порядке была. Подлокотнички вот так вот регулируется, спинка плавно откидывается на 150 градусов. Можно качаться на кресле и мамка тут будет не права, если скажет не качайся, а то сломаешь. Оно специально для этого и сделано, тут механизм топган стоит. Поверхность дышит, потеть из-за нее точно не будешь. Газлифт 4 класса долговечный и устойчивое пятиконечное стальное основание выдерживает до 130 килограмм веса, а колеса плавно скользят по любой поверхности, не царапая. Помните, где-то года 2-3 назад я вам рассказывал про другое игровое Т-40 кресло? Вы его сейчас у меня не видите, потому что я его отдал своей племяннице. Она в этом году только в школу пойдет. Понимаете? Ребенок. Ребенок им пользуется, он лазает туда-сюда, дергает, что-то там все рисует, а покрытие там не испортилось и не протиралось, оно все такое же. Кто думает, что я тут кресло расхваливаю? Нет, я могу в инстаграме показать все пруфы. И это все потому, что кресло Т-40 невероятно надежное, как и полагается товару премиального уровня. И цена у него очень приемлемая для игрового кресла такого качества. Это шук вообще. Если будешь его гуглить, оно везде будет немножко дороже. По ссылочке в описании будет официальный сайт с самой выгодной ценой. А еще я вам дам промокод на скидку. Переходи по ссылке, выбирай дизайн, который тебе нравится и становись обладателем премиум кресла по отличной цене. Они прислали сообщение. По договору оферты уже прошло 10 дней. Немедленно заберите ваш заказ. СМС-ку прислали. Немедленно заберите. Немедленно. А, Лоси. Ну, надеюсь, Даниэль холодный заберет ее. Если остались вопросы, нажмите цифру 1 и дождитесь ответа оператора. Да опять сбросили. Что ж такое-то, а? Нет у них, походу, никакого оператора. Не так уж и важно им, чтобы я забрал посылочку. Здравствуйте. Алло. Алло, у меня слышите? Да, слышу. Чего-чего? Не слышу. Ссылка вам на почту пришла. Наушники беспроводные. А, спасибо, что напомнили. Нет, 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 подождите. Подождите. Она пришла на почту, которая находится... Мы почему вам звоним? Хочется? Проспект Ленин. Хорошо. Мне нужно вас предупредить. Хорошо, спасибо, что напомнили. Пойду завтра забирать. Все, спасибо, ждем вас за адрес транспорта, на почте, на проспекте Ленина. Вы ждете? Я у вас буду забирать? Э, в смысле вы меня ждете? Посмотрим, дождутся они меня или нет. Походу, там оператором пошла работать какая-то колхозница. Вы понимаете, да, что нормальный магазин, то нам бабки из деревни разговаривать никогда не будет. Ссылка вам на почту пришла. На следующий день тоже звонил автоответчик. Я также пытался через него набрать оператора, но никто не отвечал. Даже колду он запустил, пока играл. Нигера себе! Технологии! Все, они сбросили. Могу в колду играть. Окей, играете в колду? Я нет, но играю в папку. Можем вместе поиграть. Если оформишь уровень спонсорства, которое это подразумевает, то вообще без проблем еще будем в чайнике общаться. Да, ребята, большое спасибо зрителям, которые нас поддержали. Это изи-донатеры. Вас большое количество. Спасибо, ребята, большое. Вы просто молодцы. И особый респект элитным донатерам. Энди Эго, Вадим Григоренко, Дмитрий Горин, Джаз Зедельван, Элис Джей и Серж96. Вас так мало, но вы все еще самые лучшие. Просто красавчики. Первым трем спонсорам, кто в элитном чате в телеге напишет слово «Респект», отправлю анимированные стикеры из ВКонтакте. И еще троим рандомным комментарием. Просто пишите комментарий. Вообще рандомный отправлю. Вообще, пользуйтесь халявой, пока я не ушел из этого ВКонтакте. А мне тем временем еще несколько раз звонил автоответчик. В одно утро аж пять пропущенных было. Ну, я просто не успевал отвечать, потому что еще спал. А потом позвонила вот эта вот девушка. Айпад доставлен на почтовое отделение. Кто, кто доставлен? Бескарные наушники. Айпот. Ааа. И они уже более 13 дней находятся на почтовом отделении. Ааа. Ой, извините, я забыл совсем. Надо же было еще во вторник сходить. Спасибо, что это, что напомнили. Я давайте в пятницу после работы пойду, ми заберу их. Хорошо, спасибо всего, другого, до свидания. До свидания. Потом они много раз мне еще звонили и напоминали, что надо забирать. Да, я, конечно, помню. Но по большей части это все было в автоответчик. Здравствуйте, здравствуйте, да. Это отдел доставки. Почему-то еще не забрали заказ. Ааа, а меня смущает то, что вы что-то звоните и звоните мне каждый день. Мне что-то не нравится. Я чувствую подвох тут есть. Ну, так скажите дату, когда вы заберете заказы, и тогда мы не будем звонить. Так я же вам говорил, а вы все звоните и звоните каждый день. Ну, потому что вы говорили дату, когда вы заберете, и вы не забирали в этот день заказы. Я передумал забирать, не буду их забирать, потому что вы мне не нравитесь. Как бы вам не нравиться. Ну, то, что названиваете. Алиса, стоп! Заказ, поэтому мы вам начали звонить. Там фальшивка, наверное, лежит, да? Мы работаем на рынке уже более пяти лет, поэтому мы дорожим своей репутацией, нам это не надо. Мы дорожим каждым клиентам. Если хотите, я могу во время того, как вы будете забирать заказ, присутствовать с вами на связи, чтобы вы не переживали. Вы не подумали, что это будет что-то не то в заказе. Во, ну что, интересно. Но я вам не доверяю, вы меня обманите, чую я. Почему мы вас обманем? А вы звоните постоянно, каждый день, не буду забирать. Но если бы мы были обманщиками, мы бы не звонили каждый день. Обманщики как раз и звонят каждый день. И входящая линия у нас не работала тогда. Так у вас она и не работает. И каждый день звоните, типичные обманщики. Я вам не верю. Она у нас работает. Входящая линия у нас тогда работает. Да, не работает. Какого не может быть, чтобы она не работала? Ваш автоответчик постоянно звонит. В 9. Так правильно, вы не забираете заказ. И говорите дату, в которую не приходите, тоже не забираете заказ. Естественно, вам будет звонить робот. Ну, а я хочу позвонить специалисту, а там никто не берет. Мы работаем с 9 до 18.00. Да какая разница, до скольки вы работаете? Если мы видим пропущенный, я перезвоню. Вот я увидела ваш пропущенный, я вам перезвонила. Какой пропущенный я вам не звонил? Вы звонили, вот входящая линия. Я вам перезвонила. Когда я звонил? Сегодня вы звонили на нашу входящую линию. А что сразу-то не ответили? Поздно уже, все. Профукали вы свою посылочку. В смысле, тогда платите компенсацию за расходы интернет-магазина по отправке. Фиг вам, а не компенсация, мошенники. Тогда мы обратимся в суд. Потому что по договору о сорт, вы должны компенсировать расходы магазина, если вы не выкупаете заказ. Мне кажется, это вы что-то там не выкупаете. Я все выкупаю. Я выкупил вас. Я вас предупредила, решайте, да, решение себя за раньше. До свидания. Ладно, злим тетю дальше. Главное, камеру всегда под рукой держать. Что вы не расслышали? Я говорю, у вас месяц, сколько? Сколько? Месяц уже. Месяц? Как месяц? Не месяц же. Две недели всего же. А, и что будет потом с ней? Да ничего не будет. То есть, уйдет на возврат, а вам нужно будет 500 рублей, чтобы расходы возместить. Кому? Интернет-магазину. А, это какому интернет-магазину? В котором вы заказываете. Как называется он? А вы не помните, где вы заказываете? А вы не знаете, от кого вы звоните? Я-то знаю. Ну? Интермак. Интермак? Да? Не слышал о таком. Да, тетка там серьезно настроилась на спор и болтали мы с ней долго. Ничего нового не сказала и слышно было плохо. Но вот на следующий день случилось целое событие. На вашем почтовом отделении в течение 5 рабочих дней. Как всегда позвонил автоответчик. Ну я уж по привычке попытался выйти на оператора. И оператор мне впервые за эти десятки звонков ответил. Отдел доставки, слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А зачем звоните-то? Даниэль Алипертович? Да, все верно. Уже находится более 23 дней. Подскажите, пожалуйста, почему вы до сих пор не забрали заказ? Так я же разговаривал с вами вчера. Да, я вижу, что вы с вами разговаривали. Подскажите, если вы отказываетесь от того, чтобы забирать заказ, вам необходимо внести компенсацию в размере 700 рублей по расходам интернет-магазина по отправке и возврату заказа. 700 рублей, а что так много? Доставка же 200 стоит. 250, то доставка и 250 возврат. Ну, так это уже 500. А почему 750? Ой, извиняюсь, 350 доставка и 350 возврат. Так, уже цены выросли, да? Куда компенсировать? Куда вам удобно? Сбербанк, либо Киви-кошелек? Чего? Киви-кошелек? Киви-кошелек, Сбербанк. Я вышлю вам... Компенсировать на Киви-кошелек? Так можно было? Да, вы компенсируете либо на Сбербанк, либо на Киви-кошелек. О, не, ничего не буду компенсировать. На Киви-кошелек. Тогда мы обратимся в суд. Обратитесь на Киви-кошелек. Тогда дело в том, что я должна вас предупредить в случае не выкупа заказа, вы будете занесены в федеральной связи, чтобы не было надежных клиентов, у вас возникнут проблемы с заказами через интернет, а также проблемы с банками при получении кредитов. Также вам поступит повестка в суд от нашей организации, судец будет взыскивать неустойку за доставку заказа 700 рублей, а также расходы на юрист из нашей компании в размере 10 тысяч рублей. Вы, конечно, можете продолжать игнорировать судебные требования, но тогда вам поставят запрет на выезд за границу, и судебные приставы спишут деньги за 100 в ваших банковских карт, как только они там появятся. Прежде чем доводить до такой ситуации, конечно, лучше заплатить, я думаю, компенсацию. О, заученный какой текст. Неплохо, неплохо придумали. Молодцы, но забирать не буду. Не, не напугало. Хорошо, я вас предупредила. Нифига себе, что-то новенькое. Вот это они раздули. Она зачитала целую портянку того, что со мной будет, если я не заберу посылочку. Киви-кошелек, серьезно? Это превосходно просто. Киви-кошелек. Я даже загуглил, что за такой федеральный список неблагонадежных клиентов, и первый же сайт мне скрыл Касперский как недостоверный. Какая ирония, да? А все остальные были просто какими-то черными списками на мелких сайтах, и в них попасть, ну, знаете, это как на доску подсчета в пятерочке. Типа, ну, если украл сырок, то ты туда попал. С коммерсанты, блин. Следуй сидеть. Да они опять с утра звонят. Че такое-то? Опять попробуем нажать цифру один. Это вызов сбросился, и тут же поступил другое, они как бы мне сразу перезвонили. Алло, здравствуйте, отдел доставки, вы только что звонили. Даниэль Альбертович. Дело в том, что ваш заказ на беспроводные наушники AirPod... Так я же говорил он, что его не стану забирать. Хорошо, в таком случае я вынуждена вас предупредить о том, что... Скажите, когда вы сможете внести компенсацию? Ну, давайте, сегодня внесу. Хорошо, а какой способ оплаты вам удобен, Сбербанк либо Киев? Ну, давайте, Сбербанк. И, пожалуйста, какое время вы внесете компенсацию? Ну, давайте, в течение часа. В течение часа, хорошо. Всего доброго, до свидания. Она меня напугала, ну, мало ли, все-таки, там, какие-то проблемы будут, запретят выезд, там, за границу суд будет, буду юриста оплачивать. Я лучше заплачу, чем потом буду много и дорого платить. Стрека. Прислали? Ха, интересно, ну-ка, сейчас посмотрим, что это за Сбербанк. Сейчас проверил номер карты, который она мне отправила. Он принадлежит некому Константину Игоревичу Зе. Ну, что, сейчас ему переведем денег. А, а я решил не давать вам ни копейки. Ну, в таком деле, нам придется обратиться в суд. Хорошо. Про отъезд еще скажите. Да, я вас предупредила, моя задача предупредить решение о заламе. Ммм, все, что ли, это все. В общем, ребят, у меня не получилось оплатить, потому что со своих банков я бы не хотел им ничего скидывать, вообще ни копейки. А с электронных кошельков можно переводить только от 100 рублей. Ну, естественно, я им не буду соточку давать. Ни копейки вообще не получат, просто ничего. Но, наверное, будут звонить еще. Это был уже последний день. А, как известно, посылку Почта России хранит 30 дней. А потом просто отправляет назад и никаких дополнительных расходов не требует. Когда я отправлял вам сюрприз боксы за комментарии, многие из вас просто не забирали эти боксы. И я получал их назад. Вот откуда я это все знаю. И боксы после этих обзоров я, к сожалению, уже не отправляю. На следующий день снова поступил звонок. В связи с невыкупом вашего заказа у вас образовалась задолженность за транспортные расходы перед нашей компанией во избежание передачи дела в суд. Опять автоответчик. А потом они прислали вот такую вот смс. Ну, честно. Ребята, честно. Я хотел дальнейшего развития событий. Я хотел довести до конца начатое. Но барыги слились. На сайте ФССП не было никакого дела, а номер из смс не отвечал даже спустя полгода. Я специально ждал все это время, чтобы проверить ну какие-то вот движения. Но никто никаких дел на меня так и не завел. Как неожиданно, да? Аппонент недоступен. Потом я все-таки проверил тот федеральный список неблагонадежных клиентов. Моего номера там не оказалось. Так что мы можем смело продолжать хулиганить дальше. В общем, обязательно влепи лайк за такой контент. И, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы мне за вас не было стыдно. Ну и, друзья, увидимся в интернете. А может и на улицу, там кому-нибудь повезет. И не надо, пожалуйста, просить еврея еще раз идти в секту, к сектанту. Он просто не хочет этого делать.